всем привет я наталья и вы на моем канале я снимаю на улице как обычно привлекаю внимание всех прохожих но мы к этому уже привыкли итак сегодня у меня есть кое-какие дела недалеко от крытого рынка и вы мои подписчики часто меня просите съездить туда снять что же там такое интересненькое продается и я решила совместить полезное с приятным мне всегда приятно для вас снимать влоги конечно проще сидеть в комнате и заниматься болтологией но я думаю что вам интереснее будет видеть стамбул изнутри ну вот я и на месте пришла целый час посидеть в пробке но ничего мне не жалко времени для вас мои дорогие мои любимые подписчики ведь очень любят туристов так что не переживайте смело сюда приезжайте абсолютно безопасное место сегодня будний день поэтому людей немного это очень хорошо я спокойно поднимаю свой влог те кто приезжает на именению а приезжают все туристы в обязательном порядке обязательно должны отведать свежую рыбку которую вылавливают прямо вылавливают и сразу жарят на ваших глазах а вот такая вот рубка продается она видите на вот таких красивых старинных сделанные под старину корабли и в такую погоду когда светит солнышко и вокруг запах моря запах рыбки очень приятно посидеть покушать особенно когда вы проголодались а проголодаться весь можно очень быстро я пока не проголодалась поэтому рыбку пока не за сколько настой час прошу 5 никогда он лиро 10 теле это примерно 22 20 долларов продают здесь такую водичку лимонад а еще можно купить вот такие засоленные туршу это называется овощи и меню это то место которое посещает абсолютно все туристы посещающие этот город здесь находится один из самых старых базара в европе можно даже сказать что он один из самых старых крытых рынков сейчас я вас туда приведу называется он египетский базар и проверка строгая вы знаете что положение ситуация небезопасная поэтому хорошо что они проверяют всех на входе вот ради чего приезжают многие туристы на этот базар это золото золото бриллианты ой я не могу я уже стала как турчанка любить золото хотя раньше не сильно его любила сейчас я зайду и попробую снять внутри так все безим руси адаму шляп сурья шонда кач доллар грамм от 0 до 150 150 теле это грамм золота и того получается ну поделиться на 4 и узнаете сколько стоит это в долларах так внимание друзья я вам показываю самые популярные модели которые сейчас продаются закрытом наши базарчики бублязик это как они называются браслетики табики 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 анна дыга пандора дильда пучок газе алиане в некоторых местах и от и бешкинте ли еще не дефеки так 5000 теле поделите на 4 узнаете сколько это стоит в долларах я хочу поменять свои кольца это бриллианты и спросила можно ли поменять отдать эти и взять уже побольше камни а и был нарчок полэральта некогда пеке анчокалон барна чекебились синец ай посмотрите как какое ожерелье это какой Это такой комплект. Это ручная работа. Фиат? Фиат около 95 000 лир. Талебы? Такие модели. Такие модели. Такие модели. Такие модели. Очень красиво. Такие туристы приходят? Да, приходят. Они любят вот этот цвет. Ташлы. Ага. Девушка, которая работает в этом магазине, говорит, что наши русские туристы любят вот такие кольца именно с камнями. Вот. Дорогие мои подписчики, это для вас. Будда Беззинтар, знаю, где. Будда Тюрк. Но выгоднее всего покупать вот такие браслеты, потому что, когда вы захотите их сдать, то цена не поменяется. То есть, это вложение денег в золото. А река? Окей. Вот так выглядит египетский базар. Здесь сделали реставрацию. Потолок был в ужасном состоянии. Сказывается прошедшее время. Очень старый рынок. Но, молодцы, сделали реставрацию. И, конечно, здесь можно купить всевозможные сувениры, связанные, которые будут напоминать вам о поездке в Стамбул. Тарелочки. Шарфики. А это бижутерия. Да, бижутерия. Серебро. Серебро. А. Серебро. Это, да, девушка меня поправила. Серебро. И как же без турецких сладостей. Без этого нельзя. Цены здесь кусаются. А это стаканчики для кофе. Традиционные турецкие. Лукумы. Турецкие лукумы. Они бывают разные и всякие на вкус. Цена у всех дорогущая. 70 телекилограмм. Это баклава турецкая. Хорошо. А? Россия. Россия. Как дела? Нормально? О, как дела? Хорошо? Нормально. Вы учили русский язык уже? Я гибель по-русски. Туристы есть? Нет. Нету туристов? Нет. Жалуются, что туристов нет. Жалуются, что туристов нет. Жалуются, что туристов нет. Нету туристов, да? Чё всё-то? Может чай, турецкий чай сделать? А это мыло. С различными добавками. Это с оливковым маслом. Например, это с лимоном. Я когда-то накупила себе вот таких разных, с разными добавками мыл. Скажу вам честно, это такое АГЭ. Пользоваться я с ним не могла. Турецкие приправы. Турецкие приправы. Нужно хорошо в них разбираться, чтобы знать, что покупать. Я, например, не знаю, что это такое. Но, я думаю, если вы попросите, если вы заинтересованы купить приправы, они вам всё популярненько расскажут. Мне очень нравятся вот эти вот штучки. Зелёненькие. Кстати, здесь можно попробовать всё на вкус. Вот. Берите нас, угощают. Спасибо. Россия. Привет. Нет, спасибо. Если вам нужны подарочки, сувенирчики, привезти своим родным и себе купить на память, это самое лучшее место для приобретения таких подарков. Мне нужна вот такая мочалочка для лица. Я её пользуюсь. Моя совсем состарилась. И поэтому я решила приобрести новенькую. Они достаточно дорогие. И продаются, внимание, на вес. Это натуральная. Так, 6 грамм, 12 теле. 1 грамм, 2 лиры. 1 грамм? 2 лиры. 1 грамм, 2 лиры. 1 грамм, 2 лиры. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем привет. 65 телекилограмм. 65 телекилограмм. Это очень дорого. Очень дорого. Всё это натуральное. Советую эти мочалочки использовать всем, кто заботится о своей коже. Я... А ещё многие наши соотечественники, которые приезжают сюда, как туристы, покупают здесь всевозможные травяные чаи. Цена, слышите, 250 теле, 150 теле, 120 теле на любителя. Тома. Золото. Много золота. Золото везде. Посмотрите, какие здоровые кольца. Мммм. Турецкие продавцы очень и очень любезные. Нас любят и угощают. Не только нас, а всех потенциальных покупателей. В этом году дела с туристами намного лучше, чем в прошлом. Дай Бог, чтобы туристы вернулись в Турцию. Ну вот. Я сахман? Нет. Почему? Копия. Ага. Снимать сумочки? Да. Спасибо. 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 Сумочки снять нам не разрешили. Копия. Догадайтесь, почему. Да. Потому что все копия. Вы знаете, в одну передачу снять весь египетский базар, ну никак не получится. Это все изделия из серебра. Ну вот я вышла из скрытого рынка. Это уже базар, который называется Эминь Эню. Копия. Он такой огромный, такой большой, что обойти его, наверное, за целый день нереально. А вот и Луи Светоны, в кавычках. Вот такой вот маленький рюкзачок. Очень огромный, здоровый базар. Продается абсолютно все, начиная с обуви, верхней одежды, есть оптовые места, где продается бижутерия. Но все, что только может вам прийти на ум, вы все можете найти на этом базаре. Цены невысокие. И для детей, и для взрослых, и для мужчин, и для невест. Если вы хотите почувствовать колорит Турции, не современной Турции, а именно почувствовать колорит Востока, вам непременно нужно посетить этот базар. Вот такие спортивные костюмчики, женские, стоят от 60 до 100 лир. Кто хочет носить марку, в кавычках, вот такие вот базары вам в помощь. Видите, названия все известные, но осторожно, это совсем не то, что вам кажется. А мне, наверное, нужно было сделать два сюжета. Один сюжет про крытый рынок, и второй сюжет про базар имени. Ну, я сегодня галопом по Европе, может быть, когда-нибудь я сниму более подробное видео. А вот и обувь известных марок. Стоит она 35-40 тиле. 20 долларов. 20 долларов и Луис Витон на ваших ножках. 20 долларов, Шанель. Одним словом, все, что вам хочется носить, вы можете позволить себе, именно придя на этот базар, а своим подружкам и друзьям, рассказывать, что это все натуральное. Я так проголодалась, что мне пришлось купить один семит. Это турецкий такой калачик. И все, кто хочет перекусить на ходу, покупаем вот такой вот семит. Спасибо. 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 Сегодня вы побывали со мной на самом известном рынке Стамбула. Надеюсь, вам видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и ждите мое новое видео. Всем пока.